Поэтому посмотрите вот на этих ребят, запомните их такими, и вы запомните этих двух спортивных парней. Это человек, который должен был защищать спину Адама Кадырова, а он воткнул в эту спину нож. Тумсо, здравствуйте. Почему последние месяца два сильно поджигают политику против мигрантов, особенно громкие высказывания Маваши и прочих? Можно ваш вариант? Благодарю. Тумсо, порядок в Чечне навел Кадыров, или это чеченский народ такой порядочный? Я-то знаю, порядок там или беспорядок. Порядок снова. Так, мелхи. Саламу алейкум. Марш догил. Вежери, Тумсо. На основном канале уже полмиллиона подписчиков. Алейкум ассаляму арамсаллах баракату. Баракаллаху фейгбрат. Аллах рейс хрил. Да, мы перешагнули рубеж в полмиллиона. Это было недели-две, по-моему, назад. Кто-то тебе один вопрос задает. Правда ли, что ты принимаешь беженцев из Турции? Ну, нет таких прецедентов. Пока не было такого. Я думаю, он на кого-то намекает, скорее всего. Видимо, что-то подозревает. Так, Адам заднеприводный. На покатушке с Идиловым задонатил. Баракаллаху фейгбрат. Уатс, что-то вы про Идилова ничего не говорите. Ладно, чтобы вам немножко напомнить про этих ребят. Про Абдул-Керима Идилова. Про Мурада по прозвищу Барс. Все-таки очень важно об этих людях напоминать. Такой урон Кадырову, который нанесли, они не наносил еще никто в истории. Поэтому, я думаю, история еще запечатлит имена этих ребят. Вот, посмотрите, как они красиво вместе смотрятся. Это редкие кадры, где Абдул-Керима Идилов, тот самый личный охранник по прозвищу Барс. Вот он идет сзади. И Адам Кадыров, они идут вместе, они попали в кадр. Не так часто были такие видеокадры. Поэтому посмотрите вот на этих ребят, запомните их такими. И вы запомните этих двух спортивных парней. С большой бородой с этой парс, да? Да, с большой бородой с черной, идущей на фоне. Это человек, который должен был защищать спину. Спину Адама Кадырова. А не тыкать туда ножку. Да. А он воткнул в эту спину нож. В общем, и рядом идет Абдул-Керим Идилов, который воспитал, можно сказать, этого парня, который сегодня носит столько орденов, столько званий различных. В общем, их вклад и в эту личность, и вообще в историю, его невозможно переоценить. Поэтому важно напоминать, важно смотреть эти кадры. Я, честно говоря, сегодня мне прислал это один из моих ближайших товарищей, помогающих мне в моей деятельности. И я, можно сказать, прослезился, посмотрев на эти кадры. Они очень, очень эмоциональны. Человек, который защищал спину этого парня. Правильно могу ли вообще сказать, что он лонзил? Ну, наверное, да. Лонзил нож в спину. Не смог он, видимо. Он защищал его от всех, но не смог защитить его от самого себя. Не смог защитить эту спину от самого себя и от своего ближайшего товарища Абдул-Керима-Идилова. Увы. Тумзо, здравствуйте. Почему последние месяца-два сильно поджигают политику против мигрантов? Особенно громкие высказывания Маваши и прочих. Можно ваш вариант? Благодарю. Здесь, видимо, идет речь про Россию. Маваши это какой-то, по-моему, российский какой-то там, то ли блогер, то ли деятель. Ну, не знаю. Там постоянно есть какие-то типы, разжигающие эту тему. Вот сегодня как раз видел у Хасана Халитова публикацию про какого-то... То ли он воюет там, то ли он военный корреспондент. Короче, кто-то там в СВО, в зоне СВО, значит, находится со стороны России, разумеется. И он, значит, постит... Двое, значит, да. И, значит, они постят фотографию этого Буданова. Причем там даже сама фотография еще такая, типа, у терроризма нет возраста, нет национальности. То есть, это с таким намеком, да, фотография. Ни пола, ни возраста враг не имеет. Понятно, на что здесь намекается. Ни пола. Идет речь о Элизе Кунгаеве, о девушке. Не возраста, она была несовершеннолетней. То есть, они постят... Вот смотрите, здесь в чем дело. Это же... Они же там находятся бок о бок с такими типами, как Апти Алаудинов и остальные представители там всяких батальонов Ахмад. А Алаудинов человек, который вместе с этими российскими военными становится под какие-то знамена с какими-то там... Ну, они говорят, что там лик Христа, типа, понятно, что это просто что-то там нарисовали. И он какие-то речи толкает, типа, мы войско Иисуса, мы бок о бок там сражаемся с нечистью, что-то такое. И вот на этом фоне происходят вот такие вот у них вбросы. То есть, есть у них какие-то силы, которые, в принципе, пытаются как-то там что-то разжечь. Понятно, что даже несмотря на то, что они предатели и абсолютно люди беспринципные, но Кадыров там официально заявляет, что Бунана является преступником. Есть решение суда, осудившие. То есть, все эти моменты есть, и они не могут не понимать, что такие публикации, они даже у них внутри, в этих их рядах, будут какие-то проблемы, какие-то там трения. Но, тем не менее, они это делают. Я думаю, я уверен даже, что не найдется ни один там, скажем так, какой-то шнырь из рядов Кадырова, чтобы у него спросил за это. Потому что у своих хозяев рабы ничего не могут спросить. Ну, у них ситуация, конечно, не из простых. Вроде бы это же как Мария Лердадьиш. То есть, когда ты должен свое замужество беречь. То есть, жена, выходя замуж, попадая в семью своего мужа, она пытается там адаптироваться, как-то на какие-то вещи закрывает глаза. Вот у них примерно такая же ситуация, когда они замужем за Россию, и им нужно вот это вот беречь. И поэтому все, что там они говорят, это все нужно анализировать. Но это я к чему говорю? Я это привел к тому, что такие вещи, эти вот как антимигрантские какие-то высказывания, это ведь тоже можно в это отнести. Люди, это не то, что там, понимаете, кто-то, какой-то блогер где-то сидит в безопасности и вещает. Это люди, которые там непосредственно воюют, даже бок о бок. Даже они себе такие вещи позволяют. Логически это объяснить очень сложно. Либо это эмоциональные какие-то выпады у них, либо это целенаправленная какая-то работа. Тумсо, порядок в Чечне навел Кадыров, или это чеченский народ такой порядочный. Я-то знаю, порядок там или беспорядок. Слово порядок это такое слово, которое используется. Вот каждый в него, в это слово порядок, вкладывает какое-то свое понимание. Вот если ты говоришь, что сейчас в республике порядок, то ты явно туда вкладываешь понимание, которое точно я в это слово не вкладываю. Вот для меня порядок это когда есть закон, и этот закон соблюдается прежде всего властью, и власть обеспечивает, чтобы этот закон соблюдался и гражданами, и туристами, и транзитными, и всеми. Понимаете? Вот это в моем понимании это порядок. А если ты говоришь, что в Чечне сейчас порядок, то ты явно вкладываешь туда какой-то иной смысл. Для тебя, видимо, порядок это когда чисто, улицы покрашены, там мусора нет, и все шарахаются власти. Может быть это является для тебя порядком. Для меня сейчас в республике беспорядок, полный беспорядок, потому что самый главный постулат в моем понимании порядка не соблюдается. Это соблюдение закона властью, исполнение его. То есть власть в республике не соблюдает закона, там ведь нет такого, чтобы что-то было прописано, и власть следовала тому, что прописано. Там есть, чтобы Кадыров проснулся сегодня, и в зависимости от его настроения там поступают какие-то приказы. Вот он проснулся, ему что-то в голову сбрело, что нужно там бороться с тонировками. Все, приказ отдается, начинается борьба с тонировками. И эта борьба с тонировками, она идет не в рамках этого же закона, законодательства, там каких-то правовых актов. А идет просто, он говорит, например, забирать машины, ставить на штраф стоянок. И все, забирает машины, ставит на штраф стоянок. Поэтому это беспорядок полный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»